Сибирь тяжело переживает третью волну пандемии. Больницы в крупных городах едва справляются с наплывом пациентов. Медики говорят, что еще чаще болеют молодые люди и дети. Местные власти вводят ограничительные меры, закрывают аквапарки и аттракционы. Но если бассейны хоть как-то работают, то аттракционы под полным запретом. Простаивает даже самое большое в Красноярске колесо обозрения. Его полгода строили возле зоопарка, а проработало оно всего месяц. Посетители, конечно, к этому относятся не очень хорошо, потому что разгар лета, у детей каникулы. Единственная возможность, когда можно прокатиться на колесе обозрения зимой. Конечно, не такое ощущение от прогулки по зоопарку, как летом, когда все цветет, все благоухает. Ресторанам и барам разрешили работать до 11 вечера. В результате большинство ночных клубов временно закрылись. Работать в таком режиме финансово невыгодно. Но в региональном Минздраве настаивают. Ужесточение мер необходимо. Если весной в регионе фиксировали по 100 заболевших в сутки, то теперь их больше 400. Половина заболевших – это тяжелые клинические формы заболевания. Это пациенты, которые в большей части нуждаются в кислородной поддержке. И мы сегодня вынуждены в стационарах, которые оказывают медицинскую помощь, серьезно заботиться о том, чтобы был непрерывно запас кислорода для оказания качественной помощи этим пациентам. Также медики отмечают, что заболевшие заметно помолодели. Теперь это в основном люди от 35 до 49 лет. Тяжелее стали переносить ковид и дети. И такая сложная ситуация сейчас практически по всей Сибири. Но в Иркутской области и в Бурятии обстановка еще острее. Там даже ввели обязательные ПЦР-тесты для туристов, прибывающих на Байкал. Смягчить меры обещают только к концу августа, когда, по предварительным прогнозам, третья волна пойдет на спад.